Мало из тех, кто ежедневно пользуется таким транспортом, как пригородные электрички, задумывался над тем, как добраться на работу или с работы домой, если бы в одночасье эти поезда перестали ходить. И такое могло случиться, если бы профсоюзу железнодорожников и предприятию Элрон не удалось договориться по вопросу оплаты труда работников этого предприятия. Более семи месяцев профсоюз железнодорожников ввел переговоры с работодателем об увеличении заработной платы. Но эти переговоры ни к чему не привели, и профсоюз в этом вопросе решил, что называется, идти до конца. И пригрозил забастовкой, если не удастся договориться. Однако сами железнодорожники отмечали, что это было бы крайней мерой, которая не является целью. Но причины выйти на забастовку были весьма веские. Первое, конечно, это заработная плата. Второе, это усталость. Сегодня работники уже устали от тех ситуаций, которые происходят. То есть нагрузка, которая увеличилась. Работодатель говорит, что вы же не перерабатываете, а нагрузка внутри рабочего времени просто-напросто увеличилась. И пришлось доказывать, что нельзя идти таким путем дальше. Надо пересматривать и графики, и режим отдыха. Железнодорожники неоднократно обращались к министру и чиновникам с разъяснениями о необходимости повышения зарплат. Было обращение и к госпримирителю. Однако серьезных подвижек в этом вопросе не наблюдалось до этой недели. Длившиеся более семи месяцев тяжелые переговоры, по крайней мере, на данном этапе завершились. В стороны смогли найти компромиссии. В ближайшее время планируют подписать коллективный договор. Я думаю, что на сегодняшний день этот компромисс достигнут того, что работодатель действительно увидел, что работники готовы за себя постоять. И высказанная только мера, что мы готовы выйти на забастовку, повлекла более серьезный подход к переговорам со стороны работодателя. И эта новость хорошая не только для работников железной дороги. Ведь важно не только то, что Элрон не потеряет хороших специалистов, а сами сотрудники смогут получать более достойную оплату своего труда и работать с той нагрузкой, которая бы соответствовала заработной плате. Тысячи пассажиров смогут и дальше в полном объеме пользоваться поездами. Ведь для многих это единственный способ добраться на работу. Предстоящий весенний-летний сезон, когда количество пассажиров поездов существенно увеличивается, поскольку многие начинают ездить на дачи и огороды, по заверениям железнодорожников пройдет без каких-либо проблем. И уж тем более без забастовок. А вот на осень такие гарантии представители профсоюза железнодорожников, увы, дать не могут. Вадим Малышкин, Петр Юлевайн, Новости Таллина.